Хай, мои дорогие! Сегодня у нас очередные обзорчики от модной карты. И сегодня нам предстоит в принципе очень много обзоров, год аж столько. Первое, что я заказала, это вот такие подвузники Baby Baby Soft, по-моему, это Чехия. Естественно, распаковку сейчас я делаю, ничего не было такого. Но если вам интересно, я буду делать это в модных обзорчиках, поэтому, в принципе, можете посмотреть. Буду справить разные тазицы и так далее. Конечно же, снова заказала обувь. Если вы смотрели предыдущие мои видео, где я заказывала обувь с компанией C.A. И где там ждали небольшие проблемы с серенькими, да, с подрильками. Короче, я перезаказала эти подрильки на 42-й номер, 42-й размер точнее. Так как я вам рекомендовала заказывать на размер, а то и на 2 больше. Плюс там было указано, что он идет на 39-й. Ну, короче, я поверила и заказала. Оказалось полное лажа. Ну, в общем, я сняла небольшое видео. Что получилось, в принципе, можете посмотреть сейчас. Ну, и мне так понравилось, что я решила заказать себе. И я помню, что я советовала вам купить такой модель на 1-й, на 2 размера больше. Я последовала этому совету. Я купила 42-й размер. Учитывая то, что он идет на ногу 26,5. Да, как было указано, минус еще один сантиметр. Это как раз будет моя нога. Я думала, что они мне подойдут идеально. Но, конечно же, я была дико разочарована, потому что это лыжа. Это в прямом смысле лыжа. Потому что даже на размер 26,5, это 40-й. Если, в принципе, нормальный, да, то они просто выглядят гигантскими. Окей, я перезаказала на 40-й размер, я снова ложнулась. Во-первых, они пришли с браком. Там где-то прошиваются ниточки, подошвы полностью, они разорванные. Ну, конечно же, и размерная метка. Они абсолютно не соответствуют 39-му размеру, как были тоже заявлены. А это полномерный 40-й размер. Поэтому, в конце концов, я вам не рекомендую обувь компании CA. Плюс мы еще заказывали 3 пары босоножек и не получилось у меня снять, конечно, обзор, к сожалению. Но могу вам сказать точно. У меня такое впечатление, что все дизайнеры компании CA, они фьют обувь по одному образцу. Потому что она вся идет на широкую ногу с высоким подъемом. Обувь классная, обувь офигенная, она кожаная. Но, если вы не обладательница высокого подъема, тогда эта обувь вообще не для вас. Это не ваша история. Поэтому с компанией CA, скорее всего, я вообще не буду иметь никаких отношений больше. В плане обуви. Окей, что я доказала себе в этот раз? Эта капеллета, в принципе, совсем скоро. Мне хочется что-то светленькое, легенькое. Короче, мой взгляд, пал на вот такие вот макосинчики, в принципе, со средней высотой платформы. 4 сантиметра, по-моему, было заявлено. Это Китай, это никакая не крутая фирма и так далее. Просто мне понравился сам дизайн. Ну, к тому же, они стоят абсолютно недорого. Производитель указал, что... Точнее, не производитель. Менеджеры компании указали, что 40-й размер идет на 39-й, на ножку 25,5. Конечно же, я заказала. Но в итоге меня ждало опять большое разочарование, потому что это полномерный 40-й размер. Я просто теперь не знаю, как покупать обувь в модной кассе. Если менеджер допускал такие ошибки, это уже просто не первый раз. Мне более хотелось, чтобы это видео дошло до людей, которые формируют акции. Пожалуйста, пишите правильные размерные метки. Следующая пара будет тоже макосинчики. Я заказала к своей дочке, так как она стала справиться после серых макосин. В общем, мне не понравились. Они яркие, шнурки такие можно поменять, если кому-то не нравится. Салатовый. Внутри они тоже классные или вроде бы легенькие. И размер здесь указан 38-й. Но здесь тоже не все так гладко и чисто, потому что у нее ножка 37-я. И они были указаны тоже как маломерки на один размер. Но здесь тоже не обошлось без сюрпризов. Эти макосины идеально подошли на мой ногу 39-го размера. Хотя не указано, что это 37-го, а сами не 38-го. Конечно же, я рада, но дочка в пролете. Опять. Окей, все, обуви мы разобрались. Теперь очередь пришла открывать вот такие вот маленькие посылочки. Я заказала вот таких вот два консилера. Это марка называется Реляус. Реляус, как-то так. Короче, белорусская косметика. Это значит, мама, что в принципе белорусская косметика уже хорошая. Ну, короче, я заказала, потому что консилер я давно хотела себе купить. Но в итоге, так как у меня кожа в принципе светлая сама по себе, эти два консилера мне абсолютно не подошли. Я брала 0,1 и 0,2, но даже самый светлый тон, он оказался темный. Я не являюсь бьюти-блогером, но, насколько я знаю, консилер должен быть в отличие на свой тон кожи, либо тональной основы, который наносится. Но, тем не менее, мне даже не понравилась плотность нанесения этих консилеров, потому что они на мейк уже просто скатываются, они как-то неправильно распределяются, как-то кускаобразно, не знаю, возможно, как-то сверху на тональную снова они будут ложиться более или менее нормально. Но если я наношу это просто на кожу, да, то это просто кошмар. И они абсолютно не выглядят как консилер, а просто как тональная основа. Светлая тональная основа. Они сделаны в форме карандашика. Еще забыла сказать, вот эта вот губка, она является очень-очень твердой. И нанесение, ну, вообще невозможно. Она плохо распределяет, и она твердая, очень даже неприятная, когда наносишь ее вокруг глаз. То есть я это сделала пальчиками, и она получилась эффект больше, ну, более красивой, да, чем, в принципе, если бы полус рассрала вот этот хрень. Короче, прошел буквально час после этой видеосъемки, и вот что стало с данными консилерами. И не знаю, видно хорошо на видео или нет. Короче, они взялись какой-то непонятной вообще корочкой. И вообще это смотрится очень-очень безобразно. Ну, в общем, я вам очень не рекомендую эту торговую марку. Это какое-то вообще полное говно. Конечно, от дешевых консилеров нельзя ожидать чего-то очень хорошего. Ну, короче, это просто выброшенные деньги на ветер, и поэтому они, скорее всего, пойдут просто в корзину для мусора. Окей, следующее, что мне пришло, это вот такая вот компактная финишная пудра от Милани из США. Я очень долго выбирала между вот этой вот финишной пудрой, да, и пудрой-праймером вот этой же компании. Ну, как бы перед покупкой я все время читаю очень много отзывов. И все-таки я определилась, что, ну, все-таки я эту ее лучше попробую, потому что пудра-праймер, она как бы классная, да, то есть вы ее наносите под макияж, она как бы убирает все неровности, да, скрывает все поры, но она не прозрачная, она с легким белым таким покрытием. Ну, короче, я решила не рисковать, а все-таки попробовать эту. Я ее даже не открывала, поэтому я даже не знаю, как она выглядит на позже вообще, работает ли она. Сейчас как раз ее и открою, ну, сейчас увидим. Блин, так некрасиво приклеили вот эту хрень. На стекло теперь стекло вообще, фу, блин, пипец. Ну, грейненько так вниз не клеится. Ну, запах, честно сказать, запах абсолютно не косметический, какая-то то ли медицинский запах, то ли какая-то такая легкая резина, что-то. Ну, в общем, короче, мне это уже не нравится. Окей, вот такой вот цвет у этой пудры. В принципе, на первый взгляд, вроде бы, мне подходит. По характеристикам, ну, она вообще просто бесподобная. Она матирующая, но с легким естественным сиянием. В общем, можно наносить как самостоятельную основу, а можно закреплять макияж. Ну, короче, я попробую, и я вам расскажу свои ощущения об этой пудре. Вообще, она работает или нет, как она ложится на кожу и так далее. Окей, следующее, что я заказала, это вот такая вот магия глина от L'Oréal Paris. Я думаю, что вы о ней уже все наслушаны, потому что транслируется очень много сейчас в рекламе. Она, в принципе, очень раскрученная. А эта косметика, так сказать, будет масс-маркет. Вы можете, в принципе, купить ее в любом фьюти-магазине, в Идьеве. То есть, это не составляет большего труда. Почему я купила на водной кассе? Опять-таки, потому что дешевле. Я сейчас не буду там распечатывать, нюхать, пробовать и так далее, потому что я хочу делать отдельный видеообзор. Я видела очень много вот этого, как девочки там наносят себе эти маски, как они наносят одновременно разные маски на разные зоны лица. В принципе, мне, в принципе, тоже будет очень интересно, как это сработает на мою кожу. Тем более, я хочу попробовать не просто разные маски на разные участки лица, но и, допустим, две маски на один участок кожи. Возможно, этого делать нельзя. Возможно, меня после этого посыпят. Но, по крайней мере, вы будете знать, что так делать нельзя. Окей, на этом наши обзоры на сегодня закончены. Скоро я постараюсь выписать новые обзоры. Постараюсь скоро, потому что, как у молодой мамы, у меня не очень хватает времени. Плюс у нас сейчас идет активная подготовка к поездке, потому что скоро мы летим опять в Ливан. Я тоже обещаю очень много видео оттуда новых, потому что у нас же тут новые города, в которых я еще не была. Я еду туда со своими дочками, поэтому, как бы, в общем, поездка, я считаю, будет очень насыщенным. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки, дизлайки, оставляйте ваши комментарии и так далее. Буду абсолютно рада каждому вашему мнению. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok